Какие-то сложные для определения картинки? Ну, например, там, где у меня рука пополам переломана, только это логично, чтобы переломан. Суть проблемы же в том, чтобы ассистировать доктора, а зачем его ассистировать, если и так видно, что рука поломана? Да, понимаю. Мы хотели этим заняться, но мы двигались в меру своих сил. Мы сами размечали датасет, сами его искали, и мы добились только этого, то есть мы можем определять трещины, вывихи и все такое. Да, это не слишком трудно, но это было тоже довольно сложно, и мы как бы не говорим, что это конечный результат. Вопросов больше нет? А почему вы проявляете, что ставишь, если видишь, что натосет берется? Скажите, было любопытно, что получится на маленьком тосете? Или было видно, что будет работать гораздо лучше? Ну, мы хотели экспериментировать с SuperVisive Diorin. Может, можно все это погенерить, как мы сначала пробовали от encoder ганы. То есть нам, в принципе, было интересно попробовать это, плюс computer vision, и мы не придумали ничего покруче и поинтереснее. И вот нам хочется подразумевать темы, как это с языками. Что? Для этого работы с ним заинтересовались? Я не слишком, вот, вон. А какой смысл был использовать данные, если там небольшой резолюшен обычно получается? А вам именно чётко нужны какие-то супер мелкие детали, можно сказать? Ну, какая-то идея? Да, мы хотели... В общем, первая идея была сама проста, это не детектировать переломы, а детектировать какие-то аномалии, которые, явно говоря, заметны. Например, начинать с отсутствия пальца, потом к сильному вымеху, когда оно не нормально расположено. И ганы в этом очень сильно помогли, потому что они смогли восстановить нормальную структуру кисти и сравнив это не с каким-то сильным вымехом, мы бы смогли найти разницу, что ганы справа означают, как неправильно расположены кости в этом лагере. Ну, тут вот... Датасет у нас состоит из примерно 40 изображений, мы их сами разметили, там примерно 60 баундинг-боксов. Качество не очень, но это связано из-за того, что датасет очень маленький. В принципе, если датасет сильно расширять, если есть фаза данных, а у больницы не есть и на этом не тренировать, то это имеет большую перспективу и потенциально будет иметь большую точность, можно будет тренировать больше и больше заболеваний, которые связаны с костю. Еще вопросы? Есть пример такой вот отборных кейсов, там, где вы... там, где задание знаете, что есть перелог, но по парту системы это не отзывается? Да. Да, такие и есть. А, конечно, показывали, Слав Дарьяш. То есть, таких примеров много, потому что сам у нас тренцеп маленький, и в основном это руки, то есть, например, на ногах он плохо детектирует, но это связано вот с датасетом. Окей, спасибо, ребята.